Добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-лютодист по профессиональной косметике компании Гильтек. Сегодняшнее видео я хотела посвятить такой теме, как отеки и тусклая кожа. После праздников это, наверное, актуально для мной. На самом деле, сначала я хотела бы разобраться вообще, почему возникают отеки и тусклая кожа. Ну, даже, наверное, не так. Так, какие основные причины, да, мы не будем сейчас вдаваться в медицину, в патологии и так далее. Поговорим об этом. Поговорим о том, какие компоненты, например, в косметике могут нам помочь полностью или частично решить эти проблемы. Скажу, какие средства, например, в компании Гильтек есть, которые содержат эти компоненты. И в целом мы разберёмся, как вообще с этой проблемой бороться. Начнём с отёков. Отёки могут быть функциональные, либо патологические. Патологические – это когда у нас есть проблемы со здоровьем, например, желудочковая недостаточность, вольные почки, вольная щитовидная железа, допустим, дисфункция какая-то, при сахарном диабете и так далее. Мы не будем сейчас это рассматривать, потому что такие отёки косметикой не вылечить и не убрать, и не устранить. Есть функциональные отёки, когда мы выпили много воды, например, на ночь, или когда наша кожа, подкожно-жировая клетчатка, дерма склонна к тому, чтобы накапливать лишнюю воду. Когда у нас, допустим, гиподинамия, недостаточно движения, спорт в жизни, и это тоже влияет на то, что у нас возникают отёки, потому что, чтобы у нас лимфа достаточно быстро двигалась по организму, она вообще изначально медленно течёт по сравнению с кровью, нам нужно двигаться, потому что мышцы, они как раз создают вот эти вот движения помпажные, которые заставляют лимфу ленивую двигаться. Поэтому функциональные отёки хорошо устраняются и повышением физической нагрузки, и лимфодренажным массажем, в том числе и самомассажем. Нормализация питьевого режима, например, и в том числе косметики с лимфодренажными компонентами. И, кстати, один момент, наверное, момент лайфхак. Хочу поделиться, что очень важно, на самом деле, когда вы склонны, например, к утренним отёкам, посмотреть, а удобна ли у вас подушка. Поэтому надо подобрать ту подушку, на которой вам комфортно спать, и после сна на которой у вас меньше возникают отёки, потому что многие с этим сталкиваются. Если у вас такая тоже была проблема, вы решили, напишите, пожалуйста, в комментариях. И поделитесь своим опытом, он будет нам всем очень полезен. Что же касается тусклой кожи. Тусклая кожа, она может быть по двум причинам. Либо это нарушение микроциркуляции, то есть сосудистые проблемы, то есть кожи не хватает крови, а если не хватает крови, то значит не хватает питательных веществ, кислорода и так далее и тому подобное. Трофика нарушается, то есть питание кожи дермоэпидермиса, и она становится тусклой. Второй вариант, гораздо более легко решаемый, это гиперкератоз. То есть утолщенный роговой слой, плохо отшелушенный эпидермис, он создает впечатление, что кожа тусклая. При этом вполне могут сосуды работать хорошо. И, конечно, это решить гораздо проще. Мы можем сделать легкий какой-то пилинг, и кожа сразу станет сияющей, румяной и здорово выглядящей. Какие же, собственно, компоненты косметики решают проблемы отеков и тусклой кожи? Отек. Отеки – это всегда и сосудистая проблема, и проблема с током лимфы, то есть с лимфодренажными какими-то вещами. И здесь традиционно нам помогают такие компоненты, как кофеин, гуарана, сосудистые протекторы, вазопротекторы, конский каштан, листикрасный виноград, троксирутин. То есть всё, что мы привыкли видеть в средствах против варикоза, против купероза и так далее. Также могут быть пептиды с прицельным действием на улучшение кровообращения, лимфотока и снятие отечности. Это, например, пептид ассерил, он у нас есть в средстве для кожи вокруг глаз. Также экстракты фукуса, иглицы и другие растительные компоненты, которые способствуют лимфодренажу, эфирные масла, например, такие, как лице и кубеба. Они тоже улучшают состояние кожи подкожно-жировок, клетчатки, дермы, то есть улучшая кровообращение, ускоряя лимфоток, то есть снимая отечность, пастозность, ещё её так называют. Что же касается чисто улучшения микроциркуляции, когда нам нужно тусклую кожу с недостаточностью кровообращения сделать более здоровой, сияющей, вернуть цвет лица в норму, более равномерно сделать тон, то там используются в основном вазопротекторы. Это арника, это плющ, это тот же самый конский каштан, красный виноград, это биофлавоноиды, троксирутин или гидрокарцетин, это витамины А, С и, собственно, много ещё других растительных компонентов, которые нам в это помогают. Отдельной такой, можно сказать, палочкой в ручайшке является неоцинамид, который вообще ингредиент многостаночник, и он и с микроциркуляцией работает, и сегулирующим действием обладает, и осветляющим действием обладает, то есть вообще раньше, что кофе не приносит. Вот, а какие же средства мы можем использовать для того, чтобы снять отечность? Мы можем использовать, например, гель-моделирующий для нижней трети лица. Надо сказать, что его можно наносить практически на всё лицо, хотите, можно и на лоб нанести. Даже на зону вокруг глаз. Но его очень хорошо наносить с лимфодренажным массажем, то есть взять чуть больше количества, сделать по нему лёгкий лимфодренажный массаж 5-минутный. Такой массаж, кстати, я показываю в видео из раздела «Сам себе косметолога», надеюсь, его куда-нибудь сюда подвесит ссылочка, вы сможете его посмотреть и делать его, допустим, ежедневно. И потом, после этого массажа, вы можете остатки снять рукой салфеточкой, впитать в кожу и, собственно, навести потом уже, если необходимо, крем. Также можно использовать сыворотку «Актив лифтинг». Но так как сыворотки имеют более лёгкую текстуру, здесь как раз за противотечный эффект отвечает кофеин, а за лифтинг – полула. И, соответственно, сыворотки имеют очень лёгкую текстуру, поэтому, если мы хотим сделать по ней массаж, наверное, у нас это не получится, либо мы полтюбика израсходуем. Поэтому, так как лимфодренажный массаж можно делать вообще по сухой коже, то есть нам не нужно, чтобы что-то там каталось, он достаточно простой, то мы можем сначала сделать по сухой очищенной коже лимфодренаж, потом нанести сыворотку и соответствующий крем, например, дневной. Также для зоны вокруг глаз у нас есть с пептидом асерилом гель для кожи вокруг глаз, я уже сказала об этом. В натуральной серии True Baby Face Serum тоже очень хорошим противотечным эффектом обладает за счёт того, что там есть как раз эфирный массовый циркубэба, там есть большая концентрация нецинамида, то есть ещё и как вазопротектор будет работать. Ну и, соответственно, если у вас есть какие-то домашние гаджеты, там, например, микротоковые аппараты или там вы, допустим, профессионально занимаетесь в косметологии, то, конечно, тонизирующий гель – это наш препарат выбора для, например, микротоковой терапии и других процедур, которые направлены на лимфодренаж. Здесь у нас как раз соль рапан в составе, здесь у нас в составе, на самом деле, много всяких компонентов, в том числе и витаминов, витамина, витамин С. И тонизирующий гель имеет очень хорошую элитропроводность, и, соответственно, его всегда профессиональные косметологи используют в кабинете для того, чтобы сделать какие-то аппаратные воздействия, в том числе направленные на лимфодренажный эффект. Что касается улучшения микроциркуляции, мы разобрались, да, то есть можем антикуперозный гель использовать, кстати, с массой вазопротекторов в составе, можем использовать сыворотку Сиэнерджи, которая содержит тоже антиоксиданты, неоцинамид в составе у нее есть и две формы витамина С, и это тоже будет улучшать цвет лица. Ну что же делать с гиперкератозом? У нас с гиперкератозом все просто на самом деле. Мы берем энзимную пектиновую маску с папаином и молочной кислотой и раз в неделю хотя бы делаем глубокое отшелушивание этой маской. Причем по этой маске можно тоже делать массаж влажными руками, поэтому вы можете использовать лимфодренажные движения, а можно просто наносить ее под пленку или даже без пленки, она все равно будет работать. Экспозиция 15 минут, после смыли водой и уже протонизировали кожу, нанесли все, что вам после этого хочется нанести. Сыворотка Ретидерм или сыворотка Эмпер Альфа Дерм, Ретидерм с витамином А, то есть с ретинолом активным, альфа Дерм с миндальной кислотой и другими АХ кислотами, это тоже отшелушивающие препараты, но которые работают уже не эпизодически, а в регулярном уходе. Про них у нас снято много видео, есть и каталог, соответственно, можете тоже посмотреть и ознакомиться. Если у вас будут вопросы какие-то по поводу, как работать с отеками, с тусклой кожей, есть личный опыт, буду очень благодарна за ваши комментарии. Ставьте лайк, если видео было для вас полезным, если не полезно, ставьте дизлайк и встретимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok